Всем привет! Сегодня немного поработаем на поворотной оси. А то ролик по изготовлению самой оси был, а примера работы не было. Вырезать какую-то фигурку из дерева мне неинтересно и никаких деталей мне пока тоже не нужно. Поэтому просто потренируемся на модели турбины. Вот такую турбину я по-быстрому смоделировал. Здесь, как и на настоящих турбинах, у лопаток есть как геометрическая, так и аэродинамическая крутка. Геометрическая крутка – это когда вдоль лопасти или крыла меняется угол атаки профиля, а аэродинамическая крутка – это когда меняется сам профиль. Вот такой толстый профиль в основании лопатки, а вот такой в конце. Как видите, углы установки разные. Вообще-то такие вещи лучше делать на пятиосевом станке. В Power Mill для этого даже есть отдельный раздел траекторий. Но для четырех осей они не работают. Если же воспользоваться простой четырехосевой стратегией, то видно, что фреза не убирает весь материал. Пришлось создать хитрую вспомогательную поверхность и воспользоваться стратегией проекция поверхности. Теперь фреза во время обработки будет менять угол наклона так, чтобы ось фрезы оставалась перпендикулярно вспомогательной поверхности. Проще всего тренироваться на пенопласте. Так, даже в случае ошибки фрезы останутся целыми. Черновая обработка идет фрезой 6 миллиметров. Пусть вас не смущает то, что фреза входит в материал как сверло. Просто заготовка из пенопласта больше, чем я задавал в программе. Если бы заготовка была нужной ширины, то фреза заходила бы на нее сбоку. Вот что получилось после черновой обработки. Тестовая будет конусной спиральной фрезой. И пока идет чистовая обработка, можно рассказать, что фрезеровка пенопласта может применяться в литье металлов. Такая технология называется литье по выжигаемым моделям. Пенопластовую модель помещают, например, в гипс с песком или другую формовочную смесь. После застывания и просушки формы расплавленный металл льют прямо в пенопласт. Пенопласт выгорает, а жидкий металл занимает его место. Помню, смотрел один ролик, в котором так заливали огромные грибные винты для кораблей. После заливки немного поработали шлифмашинками и винт был готов. Хотя такая технология больше подходит для больших деталей, так как у отливки будет шершавая поверхность. Для маленьких деталей больше подходит литье по выплавляемым моделям. Это когда деталь вырезают из воска, обмазывают ее в несколько слоев специальной смесью, а потом, когда форма готова, выплавляют воск из формы, ну и заливают в нее металл. Тем временем чистовая обработка закончилась. Теперь фрезой 6 миллиметров убираем лишнее с боков. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая турбина получилась. Правда после обработки остался пенопластовый ворс. Да и пенопласт светлый и на видео не особо видно профиль лопатки. Немного подшлифовал наждачкой и так немного лучше видно. Вот нижняя половина профиля лопатки ближе к центру. А вот профиль лопатки на периферии. Как видите, все как на модели. В целом можно сказать, что все получилось. Таким же образом можно вырезать рабочие колеса центробежных компрессоров и много всякого интересного. Но это уже когда-нибудь в другой раз. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok